Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий. Это Ахинья и Барахло. Программа для тех, кто страдает без матчей РПЛ. Сегодня у нас в программе только самые мощные футбольные инфобомбы, их больше десяти. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, задавайте вопросы под каштегом А и Б. В следующем выпуске вопросы обязательно будут. А теперь поехали! Легендарные игроки покидают Спартак, причем оба уходят непонятно куда. Смотрите, у Йорита Хендрикса было две опции. Либо ехать на дачу к Дмитрию Попову и укладывать там плитку, либо в какой-то вонючий голландский фейнорд. И он поехал в чемпионат Нидерландов. Георгий Мелказе тоже самое. Тамбов, где он разрывал. И Сочи. Владимира Федотова. Никчемная командёха, но он отправился на русский юг. Это, конечно, очень печально. Странный выбор, необъяснимый. Я посмотрел, что эти ребята суммарно за Спартак провели около 300 минут. Спартак, напомню, идет на девятом месте в РПЛ. И вот Мелказе идет в команду, которая на третьем месте в РПЛ пока что. А Йорит Хендрикс едет в Фейнорд и он тоже на третьем месте, но в чемпионате Голландии. То есть резервисты Спартака. Вот такие мощные активы. Посмотрим, как они будут разрывать за свои новые клубчики. В зените драма вокруг Сердара Азмуна. Сердар Азмун нарушил все нормы Роспотребнадзора, СЭС и так далее. И пошел, подписался с Байером. На фоне каких-то уродливых обоев сразу появились слухи, что его могут оштрафовать больше, чем на 50 тысяч евро, потому что это уже не первый ковидный косяк, что его могут перевести в Зенит 2, что все печально. Почему у Зенита сгорела жопа? Да потому что, вероятно, в Зенит рассчитывали, что Сердар Азмунчик весной доиграет и потом летом будет выбирать между каким-нибудь Леоном, Байером, Ювентусом и так далее. А он взял и решил, что нужно заблаговременно определиться с будущим и поэтому подписал контракт. И теперь есть риски, что он будет пинать хер весной. И самое главное, самое печальное для Зенита, что душеприказчики Юрия Альберта, которые владеют у него правами, увидев, что Азмун вот-вот сдриснет, могут выкручивать ячишки руководству Зенита. И поэтому, понятно, что боссы недовольны. Я думаю, что все идет к тому, что Азмуна сейчас продадут за какую-нибудь символическую сумму и будут выцарапывать Юрия Альберта. Но все может сложиться вообще иначе, как вы видели, Андрей Панков вот еще недавно предполагал, что Азмун идет в Лион. Ни хера подобного. Но это не потому, что Панков бездарный инсайдер, а потому, что вот просто Азмун принял такое стремное решение. Видимо, трофеи ему совершенно не нужны. Ребятушки, сейчас очень многие футбольные топ-лиги ушли на паузу, но моих легальных партнеров из Паримач все равно есть широчайшие линии на все виды спорта. Вы обязательно что-то любопытное для себя найдете. А еще у Паримач до сих пор действует фрибет на тысяч рублей. Как получить бесплатную тысячу? Кликайте по ссылочке из закрепленного комментария, проходите регистрацию, проходите верификацию, все вместе занимает не больше пяти минут. После этого пополняйте баланс. Затем берите ту самую халявную тысячу, ставьте ее куда-нибудь и если вы выиграете чистый выигрыш живыми, настоящими деньгами, камбэкнется к вам на счет почти как Ливерпуль камбэкнулся против Милана в 2005 году. Еще раз кликаем по ссылочке из закрепленного комментария, проходим регистрацию, ну и скачиваем приложение Паримач, оно работает отменнейшее. Арсен Адамов перешел в Зенит, почему же не в Локомотив? Ставьте лайк и поднимайте руки, я это конечно не увижу, но вы все равно поднимайте. Кто знает, кто такой Дмитрий Пумпянский? Сначала я подумал, что это какая-то воровская кличка, нет, существует действительно такой Дмитрий Пумпянский, трубный король России, который делает трубы для всех трубопроводов Газпрома, выигрывает все тендеры и он же главный фактически спонсор Григория Иванова, который управляет Уралом. Следовательно, Зенит имеет влияние, вы понимаете какое, на Дмитрия Пумпянского, а он на Григория Иванова. Если Зенит захотел Арсена Адамова, значит Арсен Адамов окажется в Зените, у Локомотива изначально не было ни шансика. Правда вот даже Герман Ткаченко был в шоке, который говорил, мы ехали, все, подписываться с Локомотивом, все к этому шло, там даже предлагали условия получше, потом бац, переиграли и Адамов в Зените, потому что никого уже не спрашивали. Это тот самый пример админресурса, запоминайте, хейтера Зенита. Единственное, вот мне капельку странно, что Спартак не боролся за Адамова еще до всего хайпа, то есть можно было просто заплатить пятерку, получить Адамова. У Спартака вот-вот уйдут Жиго, уйдет Кутепов и как раз таки справа может сыграть Арсен Адамов, либо в пятерке защитников, либо в четверке, но явно Спартак верит в антифриза и кейка Фрио или Кафрие, не так важно, и он совершенно не интересовался Арсеном Адамовым. Я не понимаю до сих пор почему, а за Локомотив ни капельки не обидно, там же продлили Бориса Ротенберга, есть кому закрыть правый фланг. Ну и последнее по этому трансферу. Существует байка, что Иванов и Медведев договорились о переходе Арсена Адамова, когда рубились в теннис. И возможно это правда, потому что Григорий Иванов действительно обожает большой теннис, мечтает поехать на Уимблдон, это такая косморологическая теория, но не может туда поехать, потому что у него есть некоторые сложности с британской визой. Андрей Шевченко почти возглавил сборную Польши. Возможно, когда вы будете смотреть этот ролик, все уже объявят официально, но в России сейчас почему-то праздник. Реально такое сдержанное ликование. Валера Карпин вынесет этого физрука. Я же считаю ровно наоборот, потому что у Дженуа какой был главный косяк. Совершенно ничегошеньки не получалось в атаке. А у сборной Польши атака простая. Дать мяч Роберту, а Роберт уж как-нибудь зарешает. То есть, что требуется от Шевченко? Авторитетного даже для Ливандовского. Я думаю, что Шевченко один из кумиров юности для Роберта. Что должен сделать Андрей Николаевич? Просто все объяснить в раздевалке. Настроить, сказать, мяч должен быть в крови, мы должны выйти в этот финал стыков, ребята, да я в 99-м году казнил эту сборную России. Все будет именно вот так вот. Накачка плюс какая-то примитивная тактика. И Польша едва ли не становится фаворитом в матче со сборной России. Но посмотрим. Единственное, почему-то, когда я читаю эти новости, я вспоминаю невольно, ассоциативный ряд вообще отсутствует. Я вспоминаю запись на фейсбуке, как 11 июня 2017 года Андрей Шевченко вышел к фанатам сборной Украины, которые пробрались почти на поле, уже были на беговых дорожках, и кричал им, один против толпы. Стоять! Стоять! Значит, у этого мужчины действительно огромные яйца, уж точно не меньше, чем у Валерия Георгиевича Карпина. А теперь огромная благодарность всем, кто меня смотрит. Впервые в истории моего канала 12 роликов подряд собрали больше 20 тысяч просмотров. Некоторые доползли даже до 25 тысяч просмотров. Спасибо вам гигантское. И осталось меньше 100 человек, 100 подписчиков, до 30 тысяч фолловеров. Если вы не подписаны, подписывайтесь. Если у вас вдруг не стоит колокол или слетел колокол, такое бывает, лупите в этот колокольчик, несчастный, но полезный, и мне будет, опять же, безумно приятно. Спасибо еще раз. Владимир Обухов. Дзюба вообще не умеет проигрывать. Читаем такой заголовок и думаем, ну Дзюба мудак, ну говнюк, ну гандон. Потом открываем всю новость, полную цитату, и выясняется, что действительно Дзюба во время тренировок наезжал, орал на молодых, которые косячили, но после тренировок он извинялся и в целом себя вел более-менее корректно, просто был неуступчивым. И я вот думаю, с одной стороны, действительно, Дзюба обожает наезжать на молодых. Наверное, это не слишком круто. А с другой стороны, Обухов подтвердил, сейчас с молодыми все, в общем-то, щисюкаются, либо забивают, либо никто на них вообще не давит, никто им не пихает. И, наверное, поэтому сборная с тем же Акинфеймом, который умеет орать, с Игнашевичем, с Дзюбой, с Суровым Черчесовым в 2018 году смотрелась, ну, если не монолитно, то как минимум достойно, а нынешняя сборная вот таких приятных парней напоминает команду овощей Бандюэль. Видимо, здесь есть какая-то связь. Александр Инюков дал первое за миллион лет интервью. Когда я читал этот замечательный материал на сайте Матч.ТВ, я вспоминал раннего Юра Дудя, который убеждал всех молодых авторов, всех молодых журналистов, что когда они разговаривают даже с футболистами, мультимиллионерами, суперзвездами, они все равно должны себя по уровню самоощущения, по уровню собственного достоинства поднимать на тот же уровень. Нельзя смотреть снизу вверх никогда в жизни. По-моему, при всем уважении, Сергей Циммерман пренебрег этим правилам и записал просто все, что сказал Александр Инюков, не задал ни одного острого вопроса, и в итоге получилось, что Инюков раздавал кредицы. Скриншоты были у меня в Телеграме, просто всем сказал спасибо, благодарность, огромная благодарность, еще раз благодарность, короче, просто фактуры нуль. То есть Инюков дал интервью впервые, ну допустим, лет за 10, настолько большое, настолько объемное, и там нет вообще ничего, оно пустое. Единственное, что я вынес, Аршавина, оказывается, вся эта компашка Инюкова, Быстров и так далее, называла не только Шавой, но и Гномом, это довольно забавно. Во-вторых, в 2007 году, когда Дик Адвокат отчислял Денисова, Аршавина и Инюкова в дубль, виноват был именно Инюков. Ну и еще раз Александр подтвердил, что именно Петровский самый атмосферный стадион в Петербурге. Все остальное, какая-то туфта, полный журналистский провал Сергея Циммермана. Иван Игнатьев, наш любимый, перешел в крылья советов, и это лучшая иллюстрация, почему в условиях нынешнего лимита делать футбольный бизнес России вообще нереально. Вот Рубин пытается кого-то там покупать задешево, продавать задорого, в том числе легионеров, пытается жить хотя бы в ноль, а в идеале еще и в плюс. Но брали Ваньку Игнатьева за 7 миллионов евро, сейчас он едет в аренду в крылья, и крылья смогут выкупить его за 2,5 жалких миллиончика евро. Если он заиграет, если он не заиграет, его, возможно, вернут обратно в Рубин, это будет совсем катастрофа. То есть можно уже фиксировать минуса. Заиграет ли Иван Игнатьев в Самаре? Я лично сомневаюсь, но, возможно, Осенькин, великий тренер, и он какое-то преображение совершит Ивана Игнатьева. Мне же кажется, что у самого Ванька характер, типа как у Саши Кокорина, вот я талантливый, я одаренный, я все могу. Ну, извините, вот сейчас не получается, но потом обязательно получится. Правда, пока что Игнатьев даже до Кокорина очень далеко. Но вот еще раз говорю, Рубин пытается жить посредством, а такие, как Ваня Игнатьев, знаменитые лимитчики, все разрушают. Никита Иосифов, герой фильма Нобеля Рустамяна, вышел за Вильяриал в Ла Лиге. Очень интересно наблюдать за этим пацаном, которому чуть больше 20 лет. Он уже фактически играет в топ-лиге, потому что у Найи Эмери, естественно, нет блата, а Никита Иосифов уже близок к основе Вильяриала. Это безумно круто. Я поспрашивал, какие у него качества. Мне все сказали, что он действительно крутой дриблер, что он может отдать очень тонкую передачу, что он классно смещается, что он действительно такой талантливый, правша. Будем верить, что он действительно вырастет в Европе. Но вот мы недавно обсуждали в комментах у меня в канале в Телеграме. Да, там появились комменты, если вы не знали, подписывайтесь, ссылочка в описании. И вот мы обсуждали, кто из тех, кто свалил из РПЛ в Европу, я имею в виду игроков сборной России или просто российских футболистов, кто спрогрессировал в этой Европе. С натяжкой где-нибудь в течение года прогрессировал Андрей Сергей Чершавин. Перезапустил карьеру Дмитрий Булыкин, потому что в России он уже вообще не забивал. Все остальные в лучшем случае сохранили свой уровень. Но, возможно, мы кого-то забыли. Пожалуйста, пишите в комменты, кого вот мы запамятовали. Никита Васюхин подписал контракт с Акроном. Очень много вопросов. А почему же Рубин не продлил контракт с Никитой Васюхиным? А что там за конфликт со Слуцким? Что вообще происходит? Я вам отвечу так. Я очень люблю свободу. И когда речь заходит о том, что вот узнай у Васюхина, что там в Рубине, ну, пожалуйста, только мне скажи по секрету. Я говорю, ребята, я с Васюхиным люблю говорить про европейский футбол. И иногда про каких-нибудь игроков в Изерпелл. Просто прошу дать характеристику. Потому что если бы Никита мне сливал, а он не сливал, внутреннюю кухню Рубина, то я бы себя чувствовал неловко. Что я вот знаю больше, чем могу сказать. Придется как-то выкручиваться. Либо придется об этом не говорить, либо придется врать. Лучше не знать вообще. Поэтому в этой ситуации читайте Спортэкспресс. Возможно, там есть правда. Слуцкого я уважаю как тренера, который трижды побеждал в чемпионате России не с лучшим составом в лиге. А Никиту Васюхина всегда поддержу. Вот теперь он в Акроне, в Тольятти. Ему 26 лет. Кто-то говорит, что ой, ФНЛ, это болото, это шаг назад. Я же думаю, что я об этом писал, кстати, в Телеграме, у себя опять же в чате. Я думаю, что до 30 лет нужно хавать русский футбол с низов. Набираться опыта, узнавать, как все работает. Заводить какие-то контакты, связи и так далее. Это скорее какой-то, наверное, горизонтальный сдвиг карьеры, а не падение прямо лютое. Потому что, еще раз, это опыт. И у Никиты, насколько я знаю, были предложения из Европы. Но он выбрал вот такой вот замечательный частный проект, который все очень хвалили, когда про него записал выпуск Евгений Леонидович Савин. Кстати, насколько я понимаю, у Никиты в теории может появиться свободное время. И вдруг такое случится. У нас будут регулярные подкасты про европейский футбол. Где они будут выходить? Конечно же, на канале День физкультурника. Поэтому интенсивнее подписывайтесь. Сейчас уже в описании есть ссылочки. Там два выпуска с Никитой. Если вы поддержите их активностью, таких выпусков в теории может быть больше. Но не обещаю. Все зависит от Никиты Васюкина. Владимир Дидюн стал игроком Воронежского факела. Мои соболезнования Воронежскому факелу. Потому что это просто шок. Я вот думал, сколько же голов у Володьки Дидюна за последние, ну, хотя бы пять лет. С трудом что-то вспоминал. Потом открыл Хускорт. И там же просто абсолютно адовейшая статистика. Вот, пожалуйста, последние десять сезонов. Охреневайте вместе со мной. Это, наверное, самый незабивной форвард в истории русского футбола. Причем, агенты, вернее, бывшие агенты этого форварда, это в том числе друзья Александра Лютикова, легендарного MMA-журналиста. И как раз Саша гениально сформулировал, что у Дидюна был конфликт с этими агентами. Вероятно, потому что они ему в Динамо сделали такой контракт, что он не смог его унести. То есть Дидюн обеспечен до конца жизни вот с такой, еще раз выводим эту картинку, результативностью. Великий, легендарный русский футбол. Ну, а сколько он забьет за факел? Видимо, нуль. Клаудио Раньери вышвырнут на мороз из Уотфорда. Причем вышвырнут поганой метлой. Так сложилось, что я следил за матчем двух сдыхль. Это Уотфорд, это Норвич. Норвич, Дина Смита победил 3-0. Раньери показал свою полную вообще несостоятельность. И с каждым увольнением Клаудио я понимаю, какой же он никчемный лох. При этом до сих пор находятся люди, которые говорят, он очень хороший кризисный менеджер, а вот здесь вот при нем команда росла, а вот здесь он спас ситуацию. Насколько он спас ситуацию? На полтора месяца, не больше. Я действительно думаю, что вот это золото с Лестером, это награда за преданность футболу. За то, что он терпел годами, как его приглашают, выпездывают, приглашают, выпездывают. И вот, пожалуйста, тебе золотишко. И я скорее согласен с великим вратарем Шмейхелем, отцом того самого Каспера Шмейхеля, который сказал, что все в том чемпионском Лестере заложил Найджел Пирсон. А Раньери просто грамотно это эксплуатировал, не лез в то, что делают футболисты, и потом говорил, динь-динь-динь-динь-динь, мы чемпионы. Вот ему фортануло, но дальше истинный уровень этого тренера мы все увидели. Марио Балателли вернется в сборную Италии. Ну что, немножечко бытового расизма. У меня есть два любимейших темнокожих футболиста. На первом месте с запасом Рональдиньо, на втором месте, особенно в моей юности, когда мне было 17-18 лет, был Марио Балателли. Потому что 12-й год, я сдаю этот вонючий ЕГЭ, параллельно Италия выступает на чемпионате Европы, и там зажигает Балателли, и тот самый полуфинал с Германией, и как же я кайфовал. Но, как говорил Жозе Муриньо, time flies, time flies. Кстати, Муриньо сегодня исполнилось аж 59 лет. Но вот сейчас Марио Балателли как-то внезапно превратился уже фактически в ветерана. Ему в этом году исполняется 32 года, еще недавно ему было слегка за 20, все писали про его чудачество. А сейчас все, он играет за какой-то очередной турецкий в рот берушташ. И Роберто Манчини, с которым Балателли махался на тренировки в Сити, вызывает этого нападающего в сборную Италии. Как было бы круто, если бы Балателли затащил Италию на чемпионат мира. Я бы ликовал, потому что это действительно возвращение моих 17 лет. Ну и немножечко о моих зашкварах. Прыгаем в 2014 год, когда я написал два выдающихся текста на сайт eurosport.ru. Выдающийся, конечно же, в кавычках. Потому что там я предположил, что Суарес не заиграет в Барселоне, всегда будет в тени Месси, у них будут конфликты, в итоге они лучшие кореша. И примерно через неделю после того материала я написал, что Балателли идеальный нападающий для Ливерпуля. Вот на таком уровне я разбираюсь в футболе. Рубрика «Свело олдскулы». Выводим на экран стоп-кадр, который я запалил в одном из футбольных ретро-пабликов. Здесь несколько составов из середины нулевых. Когда читаешь эти фамилии, становятся больно на душе. Действительно, вспоминаешь, как играл за них в FIFA, как пытался играть за них в PES, или в Winning Eleven это еще называлось. И я сейчас даже не взялся бы сказать, какая команда из этих победила бы в реальной жизни. Я не берусь действительно. Возможно, Милан. Если меня спросили, что надо все-таки одну выбрать. Все-таки Милан. Но, возможно, у вас есть другие варианты. Ставьте мое видео на паузу, выбирайте и пишите в комменты. Это действительно мега олдскульная, приятная картинка. Ребятушки, сегодняшний привет летит в Адыгею, город Адыгейск, потому что постоянно, под каждым видео, мне пишет коммент зритель оттуда. Наконец-то ему достается долгожданнейший респект. Ну, а вы, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. 30 тысяч уже скоро. Бейте в колокол, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы под хэштегом АИБ. С вами был Павел Городницкий. Чао!